Тем временем об истоках нынешнего кризиса в неожиданном ключе высказался бывший глава правительства Великобритании. Тони Блэр публично признал, что отправной точкой создания ИГИЛ стали события, имевшие место еще до Сирии. Из Лондона с подробностями Дмитрий Сошин. Этих слов от Тони Блэра, бывшего британского премьер-министра, ждали почти 12 лет. Ровно с того момента, когда возглавляемая Вашингтоном и Лондоном коалиция вторглась в Ирак. «Багдад угрожает миру оружием массового уничтожения», — объясняли Буш и Блэр. Как выяснилось позже, подобного арсенала у иракцев не было. «Я извиняюсь за то, что наши разведданные были неверными. Я также извиняюсь за некоторые ошибки в планировании операции. И в особенности за то, что мы тогда не понимали, чем обернется свержение режима Саддама Хусейна». Для иракцев это запоздалое признание как пощечина. Тефлоновый Тони, это прозвище Блэру дали за способность отбиться от любой критики, извинился в своем стиле. Да, были отдельные ошибки, заявил он, но ведь надо было освободить народ от Саддама Хусейна. Итоги освободительной кампании — около полумиллиона жизней, в основном мирных иракцев, погибших и во время вторжения, и позже в результате терактов и гражданской войны. Благодаря действиям Запада Ирак де-факто перестал существовать как единое государство. Страна разрушена. Часть ее территории стала плацдармом для террористов, угрожающих теперь всему региону. «Я лично предупреждал Блэра о сомнительных разведданных. А он утверждал, что нисколько не сомневается, что у Ирака есть оружие массового поражения. При этом он сам же признавал, в том, что нам давали американцы, были неувязки и неточности». Похоже, британскому премьеру не нужны были данные разведки. В марте 2002-го тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл написал президенту Бушу «Блэр будет с нами, если возникнет необходимость военной операции». Интервенция в Ирак началась через год. «Они признали, что после свержения режима не обнаружили смертельного арсенала. Теперь же он публично извиняется перед иракцами за эту ложь и за все разрушения, которые пережила наша страна. Америка и Британия, утверждает Блэр, не поддерживают боевиков исламского государства. Но вы же поддерживали людей, создавших исламское государство, людей типа Бен Ладена и Заркави. Это все ваших рук дело». Все эти годы Тони Блэра постоянно и в глаза, и в многочисленных статьях называют военным преступником и лакеем Вашингтона. Сдерживая раздражение, бывший премьер-министр на это отвечает. «Пусть история меня рассудит». Но тысячи британцев подписали петицию с требованием арестовать Тони Блэра и судить его либо в Британии, либо в международном суде за гибель мирных иракцев, за военные потери Британии. Причем родственники погибших в Ираке солдат и офицеров возмущены тем, что созданная шесть лет тому назад специальная парламентская комиссия до сих пор не ответила на единственный вопрос. Нужна ли была Британии эта война? Тот же самый вопрос, что неудивительно, задают и американской администрации. Прошлый и настоящий. Причем вопрос этот волнует и одного из самых известных претендентов на пост президента США. Посмотрите, что произошло. Посмотрите на Ливию, на Ирак. В Ираке раньше не было террористов. Саддам Хусейн их тут же убивал. А теперь Ирак стал своего рода Гарвардом для террористов. В виде, чем закончились эксперименты в Ираке и Ливии, британские парламентарии два года назад не позволили Дэвиду Камерону использовать авиацию против сирийской армии. Но дать добро на бомбардировку позиций ИГИЛ они тоже не готовы. Да и британский премьер, похоже, не торопится их об этом просить. Дмитрий Сожин, Павел Лихолетов, Павел Матвеев. Первый канал. Лондон.